Чебуречный брюк, у нас своя страна была, понимаете? Своя страна была, всем на зависть просто. Только к этой свободе надо как-то адаптироваться. Первое июня 2021 года. Здравствуйте, дорогие друзья! Я нахожусь в центре Иерусалима, и сегодня мы с Рафаилом приглашаем вас в Иерусалимский Макдональдс. Там в Иерусалиме есть Макдональдс, при том есть даже Макдональдс некошерный, где продают настоящие чизбургеры, то есть гамбургер с сыром. Но мы, конечно, сюда идем не ради гамбургеров, а просто мы не нашли лучшего места, наиболее подходящего для темы нашего сегодняшнего выпуска. А говорить мы с вами будем об Америке, Израиле и СССР. Анна, сюда! Да, за круглым столом мы с тобой поговорим дальше. То, что мы не успели согласовать полночь, мне начальство сообщили, что надо поговорить с тобой именно сегодня, вот здесь. Понимаешь, Аннушка, это я не просто так здесь. Это часть нашей работы, и даже не только моя работа, это очень много людей до меня и после меня будут этим заниматься. Это вот так, как мир крутится. То, что даже в детстве ты смотрела про Штирлица, то, что ты ходила в музыкальные училища. Мы все следили за тобой. Ты ходила в храм, хоть в СССР это было нельзя. И поэтому мы надеемся, что ты поймешь, что внедрение свободы, Макдоналдса, религии, распространение Евангелия бесплатно, это все, что, в принципе, необходимо для того, чтобы избавиться от безбожных режимов и для того, чтобы ты могла содействовать с нами в нашем общем труде. Да, ты согласна ведь? Ты же всегда хотела на свободу. Поняла, что в СССР много всего плохого было. Да вы что вообще? Да вы о чем говорите? В СССР ничего не было. Да у нас самая большая страна в мире была. Самая сильная в СССР все было. У нас и нефть была своя, и газ. У нас ископаемые какие были. Да и даже нас учили бесплатно. Нас лечили бесплатно. Работали все, зарплату получали. Культура какая была, театры были. Да мы вообще, советский человек вообще ничего делать не должен был. Мы вообще просто жили нормально. Я ребенком была, но я это помню. Родители мои на работу ходили, зарплату получали. Завтрашний день все было известно. Да была жизнь нормальная. Че, Макдональдсов у нас ваших вот этих не было? Да, во-первых, Макдональдсы были. В 90-м же при Горбачеве еще эти Макдональдсы открыли. Да у нас зато пельменные были, блинные были, чебуречные были. У нас своя страна была, понимаете? Своя страна была. Всем на зависть просто. Да, это понятно. Дело в том, что просто это все устарело. Ты должна понять, что вот это все устаревшее. И есть разные виды свободы. И как раз вот эта свобода, которая сейчас вот эта новая система предлагает, это и есть та самая свобода, которую также предлагают всем. Только к этой свободе надо как-то адаптироваться. Адаптироваться? А к чему адаптироваться? Вот к этому бардаку адаптироваться. К этим рекламам. Блин, задолбали уже этими рекламами. купи 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 все время к макдональдсам к этим адаптироваться к этой еде которая непонятно из чего сделано к тому что вообще никто ничего не контролирует все идет вообще какой-то развал просто вообще всего вокруг вот это называется свобода это называется порядок это называется жизнь как бы вообще вот это это вот мы должны вот так жить теперь все вот в этом простите меня дерьме это называется жизнь это вот это вы называете жизнью для людей это свобода когда нету порядка когда человек человеку враг и волк и и каждый выживает как он умеет и никто ни за что не отвечает это называется свобода ты пошла на к черту такая свобода ну это понятно но я тоже люблю традиции самобытности но очень много иррационального в этом это всегда вызывает самые такие да иррациональные вот такие страсти а вот мы хотим чтобы все было по порядку чтобы все было планировано чтобы не были никаких неожиданных сюрпризов как у нас в голове так все и должно быть в голове в вашей голове что ли 2 голову свою вылечите сперва немножко а потом будьте в голове уже иметь на больно больная голова и на весь мир должна всем миром должна вон на и вообще управлять больная голова до ваша конкретно а еще пытайтесь меня вербовать чтобы я вам в этом помогала фу на вас просто даже разговаривать своим не хочу ну вот мы попробовали взять на себя такие маски скажем так и встать как бы по разные стороны баррикады на самом деле конечно не так естественно что в жизни мы стоим по одну сторону баррикады наше отношение и к америке к советскому союзу намного более объемные фу на тебя ухожу как ладно монастырь на самом деле отношения наши намного более объемные сложные разумеется но вот сегодня мы будем говорить с вами о ссср и об америке и вы знаете что невозможно говорить об этих странах об этих двух блоках на самом деле разных без еще одной страны центр земли пуп земли без иерусалима без израиля без израиля и вот об этом мы сегодня расскажем вам уверяю вас вы услышите массу интересной информации и начнем мы прям сразу с нее вчера в иерусалиме прошел гей-парад мы вам обязательно его сейчас покажем немного терпения но для того чтобы понять вообще что это событие означает почему она так важно что мы решили вам это показать и рассказать нам нужно немножко объяснить какие-то вещи которые возможно вы слышали о них но может быть никогда в голове не суммировали и не складывали а если сложить и суммировать получается потрясающий результат но для начала все-таки давай начнем с азов до разложим все по полочкам кто все-таки основал израиль ссср или америка отношение сша было неоднозначным была часть людей которые хотели чтобы основывали израиль был естественно евреи были за но значительная часть скажем так американская элита опасалась они не хотели как бы это и однозначно кто был за создавание государства израиль был ссср и сталин то есть как бы здесь была позиция довольно ясная что они действительно верили что здесь будет какой-то может быть союзник против колониализма англо-американского как бы да как они вот может быть понимали это очень интересный момент потому что если мы с вами обратимся к классикам а именно к владимировичу ленина то мы прочитаем и ленина читаешь когда готовлюсь к выпуску блога святая земля сегодня на эту тему то читаю так вот ленин заявлял что сионистское движение непосредственно гораздо более грозит развитию классов и организации пролетариата чем антисемитизм и так как для нас социал-демократов не существует избранных и не избранных народов то мы никак не можем отказаться от задачи борьбы с предрассудками еврейской массы очень таким сложным языком написано нет да это понятие значит и удивила меня даже поэтому очень интересно что сталин все-таки голосует за израиль несмотря на борьбу с предрассудками еврейских масс которые потом будет вестись и в советском союзе но вы все помните это дело врачей там и так далее а сталин однозначно поддержал создание государства израиль и не только поддержал а даже поставил оружие через чехословакию нам даже в школе об этом говорили поэтому в принципе все наши песни вот я помню как она мне спросила какие у вас были песни вот такие традиционные израильские а я начинаю петь и оказывается что это все как бы вот там песни языки не бои там всякий как бы ну это 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 какие-то вот мелодии даже наши были те вару революционеры которые мечтали о революции везде по всему миру а вот социалисты и сионистов они хотели сделать такой социализм но действительно для избранных тут к сожалению увы но ленин прав это социализм такой кибуц кибуц это место где нету арабов где социализм для евреев как бы то есть это это действительно не поддерживали лозунг пролетарии всех стран соединяйтесь нет были евреи которые в этом верили и считали что потихонечку израилитяне и даже сами евреи избавиться потихонечку от юдаизма и тогда они присоединятся к всемирной революции когда гольден мейер побывала я не помню точно в каком году но у нее был знаменитый визит в ссср и ее встретили там прямо люди из полюбюро из кгб и самая верхушка сталина и стали говорить с ней на идише и сталин и другие русскоязычные как бы люди просто они 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 напугались и сталин сам как кавказец прекрасно понял что еврейская вот это этническое родовое чувство она гораздо сильнее их чувств социалистических территориальной принадлежности что это он разбить не сможет того после этого визита как раз стали аресты члены партии в том числе даже ну самый приближенный к стали среди евреев потому что он понял что если в ссср и будет вот это вот внутренняя группа идише говорящие это не было из-за антисемитизма это было чистое просто политической будет не очень верный поступок он боялся что эти люди их верность будет не кремлю а к кнесету в израиле то есть сталин рассчитывал что израиль будет форпостом социалистического мира социалистического лагеря на ближнем востоке все очень просто и ясно ну а америка а в америке дело было сложно сорок восьмом году когда решался в оон вопрос об принятии декларации до осуществования израиля разрешить существовать этому государству президент руман тогдашний президент америки единственный был за за осуществление этого плана весь госдепартамент был против почему очень просто они говорили очень логично смотрите в мире существует вокруг израиля 40 миллионов арабов израиль на тот момент был около 400 тысяч евреев до соответственно естественно что будет война и будет конфликт они это предполагали и естественно что ссср будет помогать арабскому лагерю да они западному англоязычному они западному англоязычному совершенно верно потому что для сталина очень важным моментом было ослабить влияние великобритании на ближнем востоке и соответственно поэтому если америка поддержит израиль то тут же ссср поддержит арабские страны что кстати потом и вышло но президент руман имел свои интересы американское еврейское лобби ну как считают ему нужны были голоса потому что в сорок восьмом году как раз были выборы очередные на самом деле думаю там не одними голосами обошлось и наверняка еще и да я думаю деньгами и соответственно а он очень сильно голосовал за и говорил очень логично если у нас будет демократическая то есть он не полагал что это будет демократическое государство на ближнем востоке то арабские страны не смогут объединиться в борьбе против европейского мира да и в том числе против сша можно предположить а они будут разрознены контролируемы нами то есть израиль по сути дела отличная военная база стратегическая точка на ближнем востоке которая позволяет сша здесь доминировать не находясь здесь физически у нас нет войск соединенных штатов америки в израиле нет конечно нет на своя армия полностью оборудование м-16 и всеми самолетами всеми делами американской техникой ну и что же произошло как произошло охлаждение отношения охлаждение отношений произошло из-за того что в конце сороковых годов у нас начинается холодная война между ссср и сша и соответственно во первых визит гулдемейр пошатнул веру изра ссср в израиль ссср уже получал сведения и видел что израиль не хочет идти вот чисто социалистическим путем но таким же как по модели советского союза что страна хочет такой более все-таки капиталистический свой какой-то вариант этого социализма да то есть не слепо следовать но в израиле очень как-то относились серьезно к дню победы и к сталину и как только хрушев стал как бы разоблачил культичности сталина очень много израильских марксистов и других они просто почувствовали себе без просто как будто они осиротели и это как-то позволило как бы переход то есть они как будто поняли что советский союз это уже не серьезно и как бы был медленный переход на сша и на самом деле распад советского союза так и начинается в принципе с сша воспользовались естественно этим моментом и усилили свое влияние свою поддержку израилю в борьбе с арабскими соседями для того чтобы во первых занять место выпущенные из рук их врагом советским союзом до советский союз перешел однозначно в арабский лагерь стал поддерживать арабские страны но и потому что это место действительно стратегически очень важное на ближнем востоке израиль это бесспорно так вот такая политика получается что израиль своего рода козырная карта в холодной войне между ссср и соединенными штатами америки очень часто можно было слышать шутку когда мы сюда приехали 28 лет назад что израиль это такой пятьдесят третий штат америки что это любимая игрушка америки и так далее но вот прожив здесь да вот это количество лет я могу сказать что в чем это выражается ну как хорошая военная база должна что иметь хорошие дороги правильно правильно да дороги на цвет на хороший при том в тех местах где это нужно где не нужно они у нас ужасные а где нужно шоссе соединяющие стратегически важные города точки у нас прекрасные дороги высокие технологии ну разумеется контролировать население контролировать население чтобы опять же в общем культура это не нужно на военной базе культура она зачем ну в израиле почти нет культуры спорт тоже развлекательное такое пошлое развлечения для солдатов опять развлечения для солдата я не говорю о той культуре и спорте которые привезли сюда наши русские по маяковскому можно сказать говорю израиль думаю америка говорю америка думаю израиль и вот свобода вот сейчас на многие пишут комментариях вы живете в стране которая считается развитой западной страной свободной страной да ну так нам пишут по крайней мере но вот выражением свободы сейчас в мире считается свобода от пола то есть гендерная политика в израиле и и проводить очень сложно потому что у нас очень сильный религиозный сектор и и русалим особенно и мусульмане и в других городах тоже все-таки есть влияние и соответственно у нас так и и провести там совсем прям там в школу приводить трансвеститов и показывать детям как хорошо менять пол как это делается в англии там либо в других странах европейских у нас все-таки пока нельзя но министерство туризма уже до ковида еще задолго за много лет до ковида позиционировать тель-авив как столицу геев мировую мировую столицу геев об этом даже пишут в буклетах туристических то есть это не то что мы там наговариваем это написано соответственно гей-парад гей-парад как высшая форма свобожения свободы во что это превратить превращается у нас на форме жарим такой да сам расскажем так что теперь голос наш будет за кадром а кадры потрясающие вас ждут подготовка к параду гордости в столице израиля начинается с того что по всем центральным улицам вывешивают флаги в виде радуги ну а сам центр города просто весь перекрывают то есть в буквальном смысле слова закрывают все главные улицы центра и также прекращает работу городской транспорт так что добраться можно только пешком ну а учитывая что у нас 30 градусов жары это весело парад пройдет мимо еврейского сахнута мимо центральной главной синагоги иерусалима ну и мимо портрета девушки которая погибла в 2015 году во время парада на нее напал религиозный фанатик иудей и убил ее ножом также мимо улицы джорджа вашингтона что наверное очень символично безопасность геев нужно охранять серьезно поэтому подтягиваются нешуточные силы и полиции и армии вот даже такие целые артери отряды маршируют по улицам связано это с тем что есть много религиозных общин в израиле которые очень конкретно протестуют против этих парадов и не раз пытались совершать покушение на представителей меньшинств но а это отведенное для них место то есть те кто недовольные и хотят протестовать должны стоять организованно здесь и кричать вопить махать руками в общем делать все что они захотят главное чтобы они не приближались к демонстрирующим демонстрантам ну и конечно моя полиция меня бережет и армия тоже ну а вот и начинают собираться первые участники демонстрации надо сказать что в основном было довольно много людей в этом году совершенно нормальной ориентации просто это поддержка свободы поддержка либеральных взглядов это определенный протест против общества но вот так вот с детишками дружной компании под строгим надзором израильской армии кстати особо вульгарных нарядов в этом году тоже не наблюдалось ну конечно были дяди в лифчиках как положено но нет ничего такого уж особо страшного в этом году как раз не было и подчеркну было очень много семей с детьми естественно что везде флаги в виде радуги и то что меня удивило в этом году немало религиозных людей видите мужчины в кипах то есть это религиозные люди у некоторых кипа даже в виде радуги да или плащ накинут вот у мужчины с кипой в виде радуги это тоже был отличительной чертой парада в этом году ну а идут все вот сюда в парк колокола отсюда парад пойдет шествием через весь центр города до парка независимости яркие шарики всех цветов флажки огромное количество детей ну вот если бы не знать чему это все посвящено то даже очень милый такой вот гульбище праздник гуляние такое да что ли в принципе думаю многие люди именно так это и восприняли в этом году ведь был ковид и можно вот так вот погулять пофотографироваться с какой-то иностранной делегацией и конечно в израиле все больше становится так называемых либеральных семей то есть семей которых 22 мамы или два папы дети например усыновленные или удочеренные или даже брак у мужа и жены нормальные но они намерены воспитывать своих детей со свободным взглядом на семью и дети проводят такую политику ну что же родить ребеночка можно и при помощи искусственного плодотворения при этом можно быть геем или лесбиянкой в общем кажется вопрос не спрашивай по ком звонит колокол тоже вполне актуальный ну вот а на сцене появляется знаменитый израильский акцион что следует заявить что стало али и ам сутки и ам сутки и ам сутки и и ам сутки и я Я, я сутей, я тушевая, я субхватываю, я субхватываю, я субхватываю, я субхватываю, я субхватываю. Здесь говорят, что я не нормальный. Почему? Потому что мне нужно делать секс-энэли. После такой вдохновляющей речи, парад начинает свое шествие. Надо сказать вам, что блокады, которые в этом году внесли демастрианты, многие были очень, скажем так, нет личного содержания, а также были плакаты, призывающие к сокращению деторождения. На них так и было написано, что рождение детей вредит нашей планете Земля. Ну и также призывы к нетрадиционным отношениям и прочему, и прочему. Не хочу шокировать ваш слух дословным переводом плакатов, которые несут участники этой демонстрации. Что можно сказать? Назвать это свободой лично для меня очень сложно. Для человека, выросшего в Советском Союзе, это очень напоминает Первомайскую демонстрацию, только совсем с другим акцентом, скажем так. Наверное, сейчас уже пришло время, когда не о тоталитаризме советском или о тоталитаризме американском нужно беспокоиться. Америка, кстати, во многом очень традиционная страна, и в Америке очень много людей, которые стоят просто жизнью своей за традиционные ценности, за нормальный христианский образ жизни. Внедряется какая-то третья сила, которая начинает управлять уже всеми странами, всех блоков, всех цветов кожи, всех рас и религий, что самое страшное в этом деле. Опять же, посмотрите, как много людей, мужчин с кипами, с шапочками маленькими на голове. Ну вот, это то, что мы хотели рассказать вам сегодня, то, чем хотели поделиться, выводы и мысли, пусть будут у вас у каждого свои. Мы же, как всегда, обещаем, что будем выходить в эфир как можно чаще и честно рассказывать вам о том, что происходит на Святой Земле сегодня. До свидания, дорогие друзья, до скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok